И пока блестящие, глянцевые мальчики и девочки, крутя бёдрами, поют сладенькие песни на Евровидениях, а вы, наши уважаемые радиослушатели, изрыгаете настоящее, сермяжное творчество в рубрику «Форшмак». И когда мы слушаем ваши песни и сравниваем их с тем, что поют, скажем, на Евровидении, мы понимаем, как они далеки от народа, не правда ли, Господь Кремов? Конечно, конечно. Какие там I love you, какие там get you и прочее-прочее. Вот, что является настоящим народным творчеством. Мы в очередной раз слушаем с вами рубрику «Форшмак». Как вы думаете, кого мы послушаем сегодня? Ну, я не знаю, не думаю, что так прошло много времени, что уже и Алексей Воробьёв нам шлёт Евровидение. Вряд ли это он просто очнулся. А вы знаете, вполне может быть, потому что имя автора здесь не указано. Здесь указано только название песни, и эта песня называется по-английски, что совершенно укладывается в версию о том, что это может быть Алексей Воробьёв. А может, Алексей Воробьёв, это точно он. Точно он. Так вот, персия называется «воркё танго», очевидно. Мы не просто слушаем, дорогие наши друзья. Мы слушаем, анализируем, размышляем, и свои анализы, то есть рецензии по поводу песни присылаем на номер 163. Итак, группа или Алексей Воробьёв, или кто-то другой с песней «Вокё танго» прямо сейчас в рубрике «Форшмак». Ты совсем ничего не знаешь. Ну ладно, ладно, только такую девчонницу, как ты, это слишком шокирует. Великий бог, великир. Он такой большой и такой горячий. Он такой большой и такой горячий. Как, 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 как хорошо. Милки-милки лучше. Он внутри меня. Он такой большой и такой горячий. Он такой большой и такой горячий. Как, 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 как хорошо. Как, 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 как хорошо. Ещё и ещё. Ну, вы поняли, как некоторые наши слушатели борются с гомофобией? Ах, раз, наотрадно это всё наблюдать. Ещё и ещё. Ещё и ещё. Работаю вот вам. Тучка-ком. В рекоменданной сцене, где ты лежишь и сосёшь. Где ты лежишь и сосёшь. И сосёшь. И сосёшь. Ещё, 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 ещё сосёшь. Голубже. О, ты что делаешь? Он такой большой и такой горячий. Он такой большой и такой горячий. Оно теплее и толще, чем кажется. Света вытаскиваешь, лежишь до самого вверха. Он такой, что всё нежно. Очень, очень нежно. Как, 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 как хорошо. Бил, и лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Что ты только что угадал, да? Там всё у себя. Перекращай, три партия, живо за дело. Я никогда такого не сделаю. Да ладно тебе. Я ж не прошу раздеться. Ну, если подумать, не так уж сильно это не скучает. Ладно, я попробую. Она составляет меня сделать непосможно. Да ладно, ты справишься. Ничего, я ж не ребёнок. Но я же школьница. Если что-то случилось, просто скажи, будто думал, что я и есть восемнадцать. Подозрительно. Не может быть, это не сумеет. Я вижу, вижу, вижу. Я вижу, вижу, вижу. Я хочу ещё большой. Я хочу горячий. Как эролично, так не раздать. Теперь давай, ну-ка, тренируемся. Скажи эти слова громко. Хочу научиться работать. Громче. Хочу научиться работать. Не слышу. Скажи так, будто ты в дом порарён. Там же была школьница, девочка. Вы следите вообще за динамикой? С интригой, нет? Потерялся. А, это он, она. А, это он, она. А, это он, она. Да потрясающий, господин. Господин, ну-ка. Что ж там за рекомендует? А, блин, не жрит. Захватывая, я рекомендует вам. Он такой большой. И такой горячий. Он такой большой. И такой горячий. Ещё, ещё, ещё. Как, 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 как. Как хорошо. Я хочу, чтобы твой х** оказался в моей х**. Он вошёл прямо задницу. Почему? Как это хорошо. Х**. Господин, ну-ка, всё глупо. Я не могу выносить. Но мы ещё это не практиковали. Так что боимся пройдёт сам по делу. Твой х**. Он такой большой. Как хорошо. Представила. Ещё, ещё, ещё. Ещё, ещё. Я хочу, ещё большой. А, длинная песня. Горячая. Большая и горячая. Ещё, ещё, ещё. Внутри меня. Внутри меня. Как он помог поместиться. Как он помог поместиться. Но я буду встающие. Ребят, вы заряжайтесь ещё на часик. Песня только начинается. Все же смотрят. Нужно остановить это. Не получается. Я сейчас кончу. И всё. Ха-ха-ха-ха. Скорее. Чей. Жень. Продолжение следует. Я не знаю, что ещё сделает меня такой счастливой. Сарь. Не забывайте, дети, какая жизнь такие музыка. Ну, точно. Точно, Алексей Воробьёв. Нет, ну, давайте не будем обижать ребят. Они выступают под фидонимом «Фальцет», так называется этот проект, или парень. Не обзывайте их Алексеем Воробьёвым, они достойны больше. Да, мы наконец-то нашли название этого коллектива, называется «Фальцета», голосуем и, главное, обсуждаем. Знаете, когда слушал, вот, не знаю, хорошая песня или нет, потому что не уверен, что автор добился желаемого. Когда слушал, у меня даже слюна потекла, какие-то кулинарные ассоциации, большой, горячий, во рту. Ну, знаете, это вот, наоборот, такое качество, признак любого хорошего художественного произведения. Каждый находит что-то своё в этом большом и горячем во рту. Ну, объясните мне другой. Смотрите, там что только не было, и задница, там и сосу, и там и прочее, прочее. Что там запикал наш программный директ? Похоже, там конкретные имена указаны, там Саня какой-то, дальше как бы фамилия, что ли, кличка, там какие-то названия, адреса, имена, телефоны, по-моему, так там. Да, да вообще, ребята, имейте на будущее, когда будете присылать нам сюда в рубрику «Фаршивак свою музыку» и ННН ваш, и пенсионные, номер пенсионного мы будем запикивать. Вот что думают наши слушатели? Очень много мыслей вызвало у людей, и вот я читаю. Забавно, фу. А нормально, только непонятно откуда столько оптимизма. Танцую. Человек, ну, делится, что с ним происходит по этой песне. Сжечь ему на костре, злой водилом. Ну, ребят, ну, я бы все-таки, ну, знаете, я бы не стал его, этого замечательного парня, конечно, замечательного, конечно, талантливого, но не Джордан Бруно, не Джордана Бруно все-таки, да? Да, ну что ж, сжигается, ну давайте, может, он оправдается как-то. Это точно жопоблуд. Ставит свой диагноз чек без подписи. Это что за лажа сейчас была? Вырубайте, бля. Они что там совсем, с ума сошли, то есть я перевожу. Что они? Вот эти вот фальцет, вот так. А это между... Послушай, дорогой друг, кто написал эту смс-ку, этот фальцет, это, возможно, твои соседи по площадке, а может быть, может быть, твои друзья. Так что давайте будем терпимее относиться. Вот прекрасный комплимент, шедеврально. На Евровидение эту суку. Да, с учетом того, что оно закончилось. Да. Долби педиков. А, по-моему, как я представляю себе жизнь педиков, они этого и ждут. То есть, его когда, чтобы... Он неправильно себе представить жизнь педиков. Очевидно, он думает, что для них наказание. Тогда у меня вопрос, как господи Кремов, что же они думают о педиках? Не знаю, как-то запутанные ваши мысли о педиках. Сумбурные и нелогичные. Так. Так, на шампуры на огонь. Чермет. Он предлагает поступить так. Кого, простите. Понимаете, здесь было несколько аспектов. Песня. Человек, который ее пел, и там было два героя, кстати сказать. Два героя. И причем... То есть, одна школьница с басом, да? Таким мужским, таким... Да, да, да. Баритоном, не басом, конечно. Давайте послушаем мнение по телефону. Алло. 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 Да. Это Игорек. Да, да, наш... Игорек. Да, Игорек, наш музыкальный эксперт. Что вы думаете по поводу творчества группы Фальцет и конкретно этой песни? Ой, вообще они супер. Что? По-моему, Игорек сам... Отмечает, отмечает праздник сегодня. Нет, он, по-моему, сам поет. Игорек. Да, я умею петь очень хорошо. Да. Может, мы риснем, попробуем? Игорек, давай буквально куплете с какой-нибудь песни. Да зачем? Это так понятно, что он уже гей. Ну, давай уже рискну. Ладно, давай. Ну, хотите послушать? Да, да, конечно. Ну, давайте я исполню. В лесу родилась елочка. Давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимою, летом стройная зеленая была. Ну и как? Скажи, пожалуйста, дорогой, как тебя зовут? Игорек. Игорек, сколько тебе лет? Мне 22. А скажите, пожалуйста, господин Кремов, вам не кажется странным выбор репертуара для взрослого мужика в 22 года? В лесу родилась елочка. Ну, вы знаете, да нет, день просто сегодня.